Здравствуйте! Это программа «Город Тесс» и я Елена Чернявская. Во всем мире молы перестают быть просто торговыми площадками, а трансформируются в социокультурные кластеры, отвечая потребностям современных поколений. Сегодня узнаю, какая работа проводится по продвижению этого торгового центра на рынке и поговорю о том, какие мероприятия дают сейчас наиболее мощный эффект с моими гостями в студии. Валентина Ширеня, коммерческий директор «Аврора Молл» и Юлия Безвеконная, директор по маркетингу «Аврора Молл». Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуйте, Елена! Очень рада вас приветствовать в этой студии. Будем сегодня говорить о вашем торговом центре «Аврора Молл». Но для начала расскажите, пожалуйста, вот о вашем торговом центре, его историю, как он менялся и скажите, пожалуйста, почему была выбрана именно такая концепция, которая есть и, собственно, какой путь вам пришлось пройти? Спасибо за вопрос, он отличный. «Аврора Молл» – один из старейших объектов города, можно так сказать. Он существует с начала 2000-х, но претерпевал разные изменения, реконцепции, и в актуальном состоянии он существует с 2014 года, практически уже 10 лет. Объект очень большой, он расположен на одном из самых оживленных перекрестков города – «Аврора» и «Аэродромная». Огромное количество машин, по-моему, 400 тысяч в день. Да, сообразные ворота в город, да, же здоровый район. Да, и ворота, и там у нас очень много транспорта, то есть трафик очень большой, но поэтому там появился этот объект, они, в принципе, исторически появляются, как раз в местах скопления людей, «Аврора Молл» к ним относятся. Концепция народная, я бы сказала. Объект очень большой, 100 тысяч – арендопригодная площадь, 160 – общая площадь, 6 торговых уровней, несколько уровней парковки, подземные, наземные. Объемный, сложный объект народный. То есть у нас есть там все, начиная от гипермаркета, заканчивая фитнес-центром, развлекательными центрами, кинотеатром, огромным фудпарком. Все потребности семьи можно за раз там удовлетворить. Спасибо большое за подсказку. И в этом суть, собственно, объекта. Мы работаем как объект, в который можно приходить хоть каждый день с семьей или по отдельности, но основная наша цель и целевая аудитория – это семья с несколькими детьми, которые пару раз в месяц закупаются всей семьей, либо по отдельности приходят и обучаться, потому что у нас есть и центр развития и досуга, и развлекаться, и за покупками, и за продуктами, за всем, что потребуется. И это тоже. Просто посидеть в тишине иногда. Ну хорошо. Юля, к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот чем, на ваш взгляд, Аврора Молл отличается выгодно от других конкурентов, и не секрет, в Самаре очень много торговых центров, и больших в том числе? Да, абсолютно правы. Очень много прекрасных площадок. Чем отличается наш объект, наш Аврора Молл? Как Валентина уже отметила, он очень выгодно закрывает все потребности семьи. У нас есть и магазины одежды, достаточно большая площадь, под них отведена, и кластер магазинов электроники, и кластер развлечений, наверное, один из самых больших, не наверное, один из самых больших в городе, потому что туда входят, соответственно, и площадки для досуга детей, вот, это и Фанки Таун, и город профессии Зе Таун, и, собственно, площадки для семейного досуга, как кинотеатр Киномакс, соответственно, плюс большие площади зоны ресторанов, вот, и фудпарка, собственно, мы подробнее чуть позже об этом поговорим, поэтому это очень удобный объект и очень большой объект, который закрывает практически все потребности, что немаловажно, очень удобная парковка, потому что с парковочными местами всегда в Самаре сложно, вот, мы все с этим сталкиваемся, у нас даже при высокой загруженности комплекса места на парковке хватает всем. Да. Можно я добавлю? Конечно. Прошу прощения, что перебиваю. Еще пару плюсов хотела бы добавить. Первое, это то, что детская зона у нас вся сконцентрирована, на одном этаже располагаются все детские концепции, которые есть в городе, это очень удобно мамочкам приехать в одном месте, закрыть все свои вопросы. Возрастную категорию, отмечена как мама со своей стороны. Да, и там еще и детские развлечения одновременно рядом же, то есть можно ребенка оставить и пошопиться спокойно, и это первый момент. И второй момент – транспортная доступность. К нам очень легко добраться за счет как раз того, что очень много транспорта проезжает мимо нас, в том числе под объектом находится автовокзал, транспортное кольцо, то есть и на общественном транспорте, и на автомобилях, как Юля уже сказала, к нам очень легко добраться. Это действительно нас позитивно выделяет на фоне остальных. Да. Хорошо. Я попрошу сейчас поговорить и рассказать поподробнее о фестивале кухни народов мира, который пройдет в Аврора Молл 23-24 сентября. Давайте, знаете, так качественно проанонсируем это событие, потому что, ну, действительно, это событие. Да, это одно из тех стоящих событий осени в нашем городе, которые точно стоит посетить. Это настоящий гастрономический праздник. Мы готовим его уже достаточно долгий период времени. Действительно, кухня народов мира, и почему он так называется, потому что более 10 национальных кухонь будут представлены на одной площадке. Соответственно, повара будут присутствовать лично, и будет битва шефов, настоящая битва шефов, которую раньше, соответственно, мы видели только по телевизору. У вас будет возможность увидеть и посмотреть это воочию, собственно, своими глазами. Настоящее кулинарное шоу в реальном времени. Ну, такие же известные фамилии, да? Соответственно, по концепции у нас 5 шеф-поваров. Мы пока не раскрываем секрет, из каких ресторанов они. Но мы рекомендуем прийти и посмотреть, выбрать своего любимчика и поболеть за него, потому что, естественно, зрительская поддержка очень важна. Естественно, помимо гастро развлечений у нас богатая развлекательная программа, танцевальные и вокальные номера, у нас очень богатая программа для детей. Оба дня на площадке будут работать анимационные программы для детей, будут, соответственно, различные мастер-классы как для детей, так и для взрослых, начиная от приготовления суши и роллов, заканчивая мастер-классом по имбирным пряникам. Поэтому программа очень разнообразная, вот, и мы рекомендуем заходить в наши соцсети, ознакомливаться с программой, приходить, конечно же, на оба дня, возможно, выбирать что-то более интересное. Мы подробно тайминг разложили, расписали, чтобы максимально комфортно вы могли наше мероприятие посетить. Почувствовать себя на этом мероприятии, но выбрать действительно какое-то свое интересное занятие. Юль, есть что добавить? Валентин, прошу прощения. По этому мероприятию нет, мне кажется, Юля очень подробно все рассказала. Ну, тогда переходим к следующему. Вот как часто в Аврора Мол вообще проходят мероприятия, фестивали. Давайте тогда расскажем, что интересного планируется. Я бы отметила пару наших прошедших уже мероприятий, которые становятся ежегодными, поэтому можно будет в скором времени. В скором времени, да, в том числе? И это тоже. Мы один из немногих торговых центров в городе, которые постоянно делают крупные очень мероприятия, и наша задача придумывать что-то такое, чего не было в городе. В частности, дважды мы уже провели топ-стилиста. Это конкурс для стилистов, который мы придумали и организовали на базе Аврора Мол. И отметили, насколько классный отклик у аудитории это вызвало, потому что тема очень актуальная. Она и социальную функцию несет, и образовательную, и развлекательную в том числе. И вот второй финал мы провели в мае этого года. А так практически каждые два месяца, три месяца у нас происходит что-то масштабное. А сейчас мы готовим, помимо сезонных праздников, конкурс самарских дизайнеров, например. Мы хотим еще и эту часть творческой, как их назвать, самары, можно сказать, самары, да, объединить и направить, и поддержать в том числе, потому что мы имеем ресурсы и возможности объединять их вокруг себя, поддерживать, направлять, выручать им призы, которые будут помогать им развиваться. Так что я думаю, что это тоже будет классно. Но пока деталей не раскроем, я думаю, что по программе еще Юль меня поддержит. По программе сейчас мы находимся в разработке этого проекта. Чуть более подробная информация, опять же, будет в наших соцсетях, на нашем сайте. Поэтому следите обязательно, и мы очень призываем молодых дизайнеров, которые только пробуют свои силы, не стесняться и участвовать в конкурсе. Поэтому совсем скоро будет актуальная информация по этому мероприятию. Будем очень рады. Передивить осенние каникулы. Что подготовили интересного? Ну-ка, поднимитесь. На осенние каникулы у нас особая программа. Во-первых, там эти осенние каникулы, таким образом, выпадает и Хэллоуин. К нему будет особая программа. Мы расписываем праздничную программу практически на каждый день осенних каникул. Поэтому анонсировать начнем после фуд нашего фестиваля, после фестиваля «Кухни народов мира». В каждый день мы уже проговорили, что у нас достаточно широкий кластер развлекательный для детей. Мы вкупе с нашими арендаторами, с городом профессии «За Таун», с «Фанки Таун», с «Киномакс» предложим ряд активностей для детей, которые наверняка раскрасят их осенние каникулы. Поэтому будем ждать в гости. Здорово, когда с партнерами все это обсуждается, придумывается что-то новое, креативное. Но вот вы, кстати, сказали, что вы очень активно развиваете соцсети. А вот обратная связь с вашими посетителями, покупателями, гостями существует ли? Предлагают ли они вам что-то новое, интересное? Да, и вот вы реагируете на такие просьбы, Валентин? Есть, был такой опыт. И одно из мероприятий, которое родилось из обратной связи, это был гиг-фестиваль, который у нас прошел в июле. Очень, те, кто не погружен подробно в эту историю, это тематика мультфильмов, фильмов, стилистики аниме и различных других вселенных. Соответственно, очень красивое было шоу. У нас приходили ребята, участники фестиваля, наряженные в костюмах. Мы делали показ и шоу этих костюмов, награждали победителей. Мы, опять же, очень благодарим, собственно, наших посетителей, которые предложили эту идею. И с их помощью, в том числе, мы смогли реализовать это таким масштабным образом. В том числе, мы приглашали YouTube-блогеров Snail Kick. Проводили творческую встречу, опять же, по просьбе нашей целевой аудитории, собственно, наших посетителей. Мы получили очень большой отклик, очень много благодарностей, радость, что, возможно, что с помощью наших посетителей мы можем делать и проводить такие интересные мероприятия. Я думаю, что обязательно повторите, если был такой положительный опыт. Конечно, да. Планируем на следующий год. Хорошо. А что в целом нового произошло в Авроромоле? Можно я добавлю к предыдущему вопросу? По поводу обратной связи мы действительно ее постоянно снимаем. Иногда нам подкидывают классные идеи, иногда мы получаем просто обратную связь. по поводу сервиса и всех остальных моментов. Мы стараемся это все прорабатывать. Объект очень большой, как я и говорила, у нас почти 500 арендаторов, у нас больше миллиона посетителей в месяц. Это огромный объем работы и ответственности. И ответственности, верно, да. Но, тем не менее, каждое небольшое мероприятие, в частности, мы часто проводим показы, мод, коллекции. Мы берем обратную связь и стараемся каждый следующий показ адаптировать под те запросы, которые были на предыдущем. То мы показываем отдельно большие размеры, то мы отдельно показываем детскую моду, мужскую моду, молодежную моду. Потому что у нас такое большое разнообразие, что все за раз мы показать не можем. И мы знаем, что каждому сегменту аудитории хочется увидеть примеры вот лично для него. И это действительно хорошо работает, потому что таким образом можно и показать разнообразие коллекций, и подсказать, как носить те или иные вещи, что в моде и так далее. А вот, между прочим, как сильно изменился потребительский спрос на фоне ухода известных брендов масс-маркета? Хороший вопрос, спасибо за него. Мы действительно не понимали в марте 2022 года, как все это будет развиваться. Выглядело это все очень панически, но оказалось все не так печально, как мы думали. Во-первых, просто поделюсь, нам в этом плане повезло, в кавычках или не в кавычках, так как у нас иностранцы были сильные, которые ушли в самый последний момент. И именно за счет этого Аврора Мол не просел по посетителям. У нас самый непродолжительный период в городе, пустовали площадки. И моя команда, так как я коммерческий директор, и руковожу как раз и теми, кто сдает в аренду площади, мы подсуетились и практически бесшовно сменили всех якорей. Мы сделали ставку и на новых иностранцев. Это те бренды, которые пришли в страну из дружественных стран, турецкие бренды в частности. Мы открыли самый большой LCY-кики в городе и очень довольны этой заменой. Он полноценно заменил ушедший H&M и даже местами предлагает более интересную коллекцию для мужчин, например, и для детей. С другой стороны, мы сделали ставки на реконцепции, увеличение, расширение российских дизайнеров. Они у нас были всегда. Мы никогда не были закрыты от этого сегмента арендаторов, потому что на самом деле российские дизайнеры, крупный масс-маркет российский, я имею в виду Malone Fashion Group, например, Zarina, Be Free, вот эти бренды, Alice, они всегда предлагали очень конкурентные лекала для российских женщин, которые хорошо на нас садились и всегда были в таком сегменте, очень комфортном для нашего посетителя. Соответственно, эти бренды за 22-й год очень сильно подросли. Многие из них увеличили свое присутствие в стране в целом и в нашем объекте в том числе. Либо переделали магазин, увеличили его, реконцепировали, добавили какие-то коллекции. В частности, Malone Fashion Group, Zarina, сейчас добавили мужскую коллекцию и так далее. То есть никто не терял этот год. Но самое интересное это то, что на первый план вышли локальные дизайнеры и локальные производители. Мы не ожидали, что в Самаре, на территории Самарской области, так много и дизайнеров, которые делают и одежду, и аксессуары, и обувь, и детские товары. И за 22-й год, вот за прошедшие полтора уже года, они сделали колоссальный скачок в развитии. Мы им со своей стороны тоже помогали. Может быть, сегодня тоже эту тему обсудим. Тем интересной площадкой, да, вот именно этой категории. Да, мы в этом плане очень лояльный арендодатель. Мы действительно с открытыми глазами смотрели на происходящую ситуацию и заранее предлагали какие-то форматы, которые могли быть интересны абсолютно начинающим дизайнерам. Возможно, если интересно, можем об этом поговорить. Я просто много про это могу рассказывать. Интересно очень. Но это как раз про то, как сильно за полтора года изменилось потребление. Ушли иностранцы, их заменили российские бренды, и в том числе самарский, прям непосредственно самарский продукт, что является особой нашей гордостью, потому что приятно у земляков что-то покупать. И по всем товарным категориям произошли вот такие замены. И могу сказать, что очень быстро мы сориентировались, потому что сейчас у нас практически не осталось свободных площадок. Несмотря на то, что объект огромный, и повторюсь, в марте 2022-го казалось, что были такие кликбейты, что все, торговые центры умрут, 50% площадей стоят свободными. Нет, абсолютно не такая ситуация, абсолютно не так все критично. Да, подавал мнение, что придут на смену такие вот маленькие районные, да, локальные центры, но, слава богу, все вернулось на круги свои. И продолжаете работать, и наращивать темпы своего производства. Расскажите, что нового вообще в целом в Аврорумово? Что нового? Одна из новых историй, которую мы проработали и открыли, это обновленный фуд-парк. Собственно, у гостей фуд-фестиваля будет возможность его оценить. Вот, мы завели достаточно большое количество новых арендаторов. Это, собственно, заслуга команды Валентины, и Валентины лично. У нас действительно сейчас достаточно много корнеров. Это и средиземноморская кухня. Перемедите на русский. Это киоски. Небольшие, да. Не помещения, а... Да, в которых, собственно, представлены разные фуд-концепции. Это и средиземноморская кухня Мидии и Гады, это и мексиканская кухня, вот, ресторан Чимичанга у нас. И в том числе мы в зоне фуд-парка на четвертом этаже Аврора Мол открыли полноразмерный ресторан с русской кухней, вот, ресторан Смородина. Вот, поэтому всех ждем. Возможно, Валентина еще добавит своих любимчиков. Да, я добавлю, смотрите, опять же, в начале прошлого года мы поставили перед собой цель видоизменить и обновить фуд-корт, потому что до этого он был такой традиционный. Все фуд-корты во всех торговых центрах выглядят абсолютно одинаково. Бургеры, 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 фастфуд. Пицца. Бургер, бургеры, пицца, суши, если повезет. Все правильно. И мы понимали, что это уже не актуальный формат. Потребитель хочет чего-то еще. И нашей задачей было, так как полноценный фуд-холл внутри Аврору Мол мы открыть не можем, у нас нет такой возможности, потому что у нас нет таких площадей. Мы открыли такой, как это сказать, смешанный формат, да? Когда мы элементы фуд-холла внедрили в свой традиционный фуд-корт. Что такое элементы фуд-холла? Это кухни необычные, с более долгой подачей. Это не фастфуд. Соответственно, помимо меди и гадов, у нас есть китайская, вьетнамская кухня. Все кухни, которые вот в городе на настоящий момент представлены, пончики, паста, вот это все мы собрали в одном месте. И таким образом мы считаем, что мы даем возможность потребителю выбирать, если он любит фастфуд. А подростки, дети, это, конечно, любят те, кто приходят в кинотеатр к нам или в развлекательные центры. Ну и дать выбор, конечно, да, если любишь длины или хинкали, да, можно сейчас перечислить. Да, хинкали, грузинская, точно, плов же у нас просто космический, простите, да, мы что-то же так забыли. Вот видите, вот это разнообразие, возможно, и натолкнуло вас на проведении фестиваля Купни Мира, который, кстати, давайте еще скажем, когда пройдет. Вот, 23-24 сентября уже в эти выходные, суббота, воскресенье с 12.00 до 18.00, соответственно, мы вас ждем. Вот, естественно, фудпарк будет работать до 10, поэтому просто с 10 до 10 вы можете всегда попробовать основная развлекательная программа с 12 до 18, мы вас ждем. Давайте, если у нас с вами такой откровенный разговор, немножечко касимость ценовой политики, доступны ли вот эти все предложения, скажите, для населения, дорого ли, недорого, либо средний ценовой сегмент, вот расскажите об этом. Можно я? Да, пожалуйста. Абсолютно все доступно. Есть дешевый сегмент, да, фастфуд, есть более дорогой сегмент. Наша задача в силу того, что в месяц к нам приходит больше миллиона людей, это, ну, практически вся Самара у нас, как минимум раз в месяц бывает. Да, да, конечно. И у потребителей очень разные запросы. Кто-то хочет быстро поесть и дешево, кто-то хочет поесть вкусно, долго, с элементами волжской сложной кухни, потому что смородина – это русская, но в первую очередь волжская кухня, очень интересная. Поэтому мы считаем, что на любой, на любого потребителя, на любой кошелек есть предложение, есть даже внутри вот этих вот концептов новых корнеров, как мы их называем, да, даже там есть очень разные товарные и ценовые предложения, поэтому тут вообще абсолютно не стоит волноваться. Это действительно то, за чем мы следим, ставя новых арендаторов в объект, потому что мы прекрасно понимаем свою целевую аудиторию, сколько они тратят денег, сколько для них комфортно. И мы именно исходя из этого подбираем новых арендаторов. У нас нету очень большого расслоения. Мы работаем на одну и ту же целевую аудиторию с ее возможностями, поэтому тут можно не волноваться. Любой человек, любой подросток и ребенок найдет что-нибудь для себя. Мы сами все пробуем, каждую неделю контролируем. Я хочу спросить вас за качество. Да, кто контролирует, ну и, собственно, какого качества продукта и еда. Мы пытаемся там сами, поэтому контролируем мы лично. Ну и это тоже, конечно. Но все арендаторы обязаны проходить все обязательные проверки. Мы следим за этим, чтобы все было сертифицировано, все документы соответствовали требованиям законодательства. В рамках договоров мы это прописываем. Поэтому тут мы абсолютно уверены и в качестве, и в количестве. Ну и в том числе, потому что мы очень большой объект с давнишней репутацией. Любая проверка для нас, если она закончится каким-то скандалом, это абсолютно не наша история. Да, потому что если бы мы были маленьким объектом с тремя арендаторами, мы бы не обращали на это внимания. А у нас любое такое пристальное внимание к объекту и в соцсетях в том числе. Мы отслеживаем все негативные комментарии. Понятно, что они не все далеко адекватны, но мы стараемся с каждым связаться и проговорить. Поэтому у нас все время в объекте работают администраторы, к которым посетители могут в любой момент обратиться, и они это делают постоянно. Прямо в режиме 24 на 7 мы отслеживаем, что происходит в объекте. Я сама во всех этих чатах вижу вечером в воскресенье какую-то жалобу. Поэтому мы стараемся отслеживать это. Это действительно для нас очень важно. Ну, это важно, конечно, обращение, да, которое поступает. Обязательно, обязательно. И привлекать все соответствующие службы, если требуется это того. Спасибо. Скажите, пожалуйста, какие новые возможности вот как раз для семейного досуга представлены у вас досуговый центр «Атмосфера»? Что это такое? Что в него входит? Досуговый центр «Атмосфера» – пространство новое. Мы запустили его в августе этого года. Запустили в новом формате, потому что раньше это существовало немножко раздрозно, но всегда на базе центра были истории с детскими секциями, танцевальными школами. Школами моделей и так далее. Вот. В августе мы доупаковали эту концепцию, сделали единый досуговый центр. И сейчас, соответственно, в том числе работаем над продвижением этого творческого кластера. Туда приходят детки в возрасте буквально начиная там от трех до вплоть до 15 лет. Там есть секции на совершенно разные интересы, начиная от шахмат, школы программирования, гимнастики, школы блогеров, заканчивая, собственно, каратэ, танцами и, собственно, совершенно разными активностями. Мы эту историю в том числе презентовали на мероприятии, которое было 3 сентября. Была большая ярмарка детских секций. И все посетители Аврора Молл, собственно, могли прийти, познакомиться, пообщаться лично с теми специалистами, которые ведут занятия с детками, которые с детками будут работать в течение года. Вот, поэтому мы тоже приглашаем всех желающих, кто, возможно, еще не определился с досугом ребенка на этот учебный год. Мы приглашаем приходить попробовать у большей части. Там первое занятие буквально бесплатное за минимальную стоимость. Вот, поэтому welcome в нашу сумму центра. Я добавлю про атмосферу. Идея родилась очень спонтанно. Мы понимали, что так как вот четвертый этаж – это все детские концепции, все мамы в городе рано или поздно к нам приезжают за своими покупками, мы подумали, что очень будет удобно совместить развивашки, да, как мы их мамы все называем, с шоппингом. То есть ты привел ребенка, он занимается час, ты свои все вопросы закрываешь по шоппингу, а также у нас есть бьюти-коворкинг тоже под это. Мы все там в руководстве, все мамочки свои какие-то вопросы тоже решаем на три объекта. И открыли бьюти-коворкинг – это то, куда может прийти любая посетительница, не обязательно мама. И в то время, которое у нее есть свободное, любую бьюти-услугу получить, начиная там от маникюра, заканчивая массажем, консультации какой-то и психолога и так далее. Это все тоже вместе рядом расположено. И мы в целом все проекты, которые придумываем, стараемся создать для того, чтобы нашему посетителю было все удобнее и все больше поводов к нам возвращаться. И согласитесь, это очень удобно, когда ты ребенка привел в какой-то кружок, тебе удобно припарковаться, либо приехать на транспорте, или там ты привез его, бабушка забрала. То есть вот все, что связано с логистикой, с парковкой, с совмещением с какими-то покупками в одном месте, мы считаем, что это гениально. Так до мелочей, чтобы было удобно и комфортно любой категории населения. Вы знаете, я хочу воспользоваться, так сказать, случаем и спросить вас вот о чем. Вы сказали, что для детей очень много развлечений. Это действительно так. Мы частые гости торгового центра с детьми в том числе. Ну, скажите мне, пожалуйста, как часто вообще должны и обновляются детские локации? Ну, к примеру, да, Панки Таун, да, рассчитанная все-таки на маленькую, скажем так, возрастную категорию детей. Ну, раз сходили, два, три. Ну, четвертый, может быть, уже будет там, ну, неинтересно, неактуально, да. Но понятно, что дети растут, вырастают маленькие, и им это становится интересно. Это все понятно, как говорится, закон по кругу. Но вот как часто планируется обновляться, строиться новые, открываться новые локации, которые привлекут еще больше, конечно, населения? Хороший вопрос. Действительно, развлекательный центр – это очень затратная история. То есть бюджет при открытии составляет десятки миллионов рублей. У Фанки конкретно, если мы про него говорим, у него две зоны. Есть яслин для совсем малышей и есть крупная, большая зона. Он один из самых красивых в городе. Действительно, они стараются тоже обновляться, добавлять какие-то зоны. На фоне происходящих событий последних трех лет, кризисных достаточно, многим операторам вот таким пришлось сократить свои затраты, инвестиционные какие-то моменты, заморозить. Но мы надеемся, что в любом случае раз в 5-7 лет обновление происходит, пусть может быть не стопроцентное, но частичное. Но мы, со своей стороны, не сидим на месте. Мы в любом случае отслеживаем изменения интересов. А у современных подростков это все меняется очень быстро. И мы открываем новые локации. Так, в частности, у нас есть Форт Боярд. Это вот этот формат квеста, который меняется как раз. Сначала один, потом другой. С какой-то периодичностью раз в несколько лет. Мы открываем виртуальную реальность. Дрифты гонки у нас есть. То есть мы где-то раз в полгода какую-то новую концепцию стараемся приводить. Потому что у нас есть такая возможность. И у нас есть запрос. Но мы сами понимаем, что дети растут. Что-то нужно для них новое добавлять. Ну что же, наше время подошло к концу. Так быстро пробежало 30 минут. Я благодарю вас за очень интересную, увлекательную беседу. Я надеюсь, вот все эти новости, с которыми вы сегодня пришли поделиться, они будут услышаны нашими телезрителями. И, конечно же, гости с каждым днем будут к вам приходить. Новый, ну и пополняться ваш замечательный торговый центр. Спасибо вам большое. Успехов, удачи, всего хорошего. Ну а ближайшие мероприятия 23-го числа Кухни Народов Мира. Аврора Мол. Всего хорошего. До свидания.